МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Вместе по пути. Глава Чуваши и губернатор Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве. Экономный режим. Столичные школы активно осваивают энергосберегающие технологии. Каникулы не для скуки. Школы Республики разработали специальные программы по организации досуга детей. Продолжается визит делегации Чуваши в Челябинскую область. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев побывал на предприятиях региона. Два дня в столице Южного Урала работает наша съемочная группа. Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Первый пункт маршрута – агрокомплекс Чурилово. Одно из крупнейших тепличных хозяйств в России. С 25 гектаров ежегодно собирают 25 тысяч тонн овощей и зеленых культур. Здесь успешно применяется голландская технология малообъемной гидропоники. В 15-20 лет назад в Российской Федерации таких технологий не было. И тем более по технологии света культуры. Это круглогетичные выращивания и поставка этих овощей потребителей. Тренд импортозамещения на сегодняшний день звучит. Очень много разговоров. Здесь я в реальности убедился, что Челябинской области, хотя не такой сильный аграрный регион, 30 лет назад был, сегодня практически успехи вообще печатляют и масштабы печатляют. То, что с одного квадрата метра получают 90 килограммов огурцов и 65 килограммов томатов, это огромные объемы, и все это идет на арестейский рынок. Челябинский трубопрокатный завод – визитная карточка уральской промышленности, флагман белой металлургии. Чувашской делегации показали цех по производству труб большого диаметра. Его мощность – до миллиона тонн в год. Качество таково, что трубы могут быть использованы в условиях вечной мерзлоты, в сейсмоопасных зонах, на дне моря. Завод новый практически, мы его закончили строительство в ноябре, он находится в стадии освоения, вы уже видите, сегодня он практически выходит на свои рабочие режимы, вся технологическая операция освоена, и мы выдаем продукцию и для Транснефти, и для Газпрома. Буквально на прошлой неделе мы выиграли тендер, и будем участвовать в Северном потоке, на троих – ЧТПЗ, ВИКСА и Европайп. 600 тысяч за три года – это огромный объем, и мы сегодня готовы в полной номиклатуре поставлять свои изделия, не только как трубу, но и то, что производится на Айтерне, отводы, тройники, днища. Сегодня же глава Чуваши Михаил Игнатьев осмотрел центр томографии онкодиспансера. В Чебоксарах строится новый корпус онкологической клиники, и опыт Челябинской области будет нашим врачам очень интересен и полезен, заметил Михаил Игнатьев. А накануне руководители региона подписали соглашение о сотрудничестве. Состоялась встреча представителей официальных и деловых кругов. Спасибо. Соглашение о сотрудничестве, которое подписали глава Чуваши Михаил Игнатьев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, определяет основные направления двустороннего взаимодействия. Обе стороны намерены найти общие интересы в экономике, торговле, науке, образовании, культуре и спорте. Ну, одна из наших задач, которые мы расставим всегда вот в таких встречах, дать площадку бизнесу, чтобы они могли провести переговоры, подумать, что они могут сделать для того, чтобы приобрести новых партнеров, новое направление, как-то обменяться, в том числе и опытом. Поэтому добро пожаловать. Первый день визита прошла встреча представителей официальных и деловых кругов Челябинской области и Чувашии. Товарооборот между Челябинской областью и Чувашией в 2014 году составил более полутора миллиардов рублей, отметили участники встречи. В Чувашскую республику регулярно поставляются металл, трубы, грузовые автомобили, строительные материалы и железобетонные конструкции, а также продукция легкой и пищевой промышленности. В столицу Южного Урала из нашего региона отправляют кондитерские изделия, молоко, лакокрасочные материалы, обувь. Знакомя челябинцев с потенциалом республики, глава Чувашии особый упор сделал на развитие агропромышленного комплекса. Республика практически полностью обеспечивает себя продуктами питания и имеет положительное торговое сальдо по молоку и молочным продуктам – картофелю. Ряд организаций агропромышленного комплекса республики осуществляют экспорт продукции собственного производства за пределы Российской Федерации. Главы регионов также обсудили вопросы развития социальной сферы, подготовки к пассивной, строительству детских садов и школ, газификации. Мы приехали с рабочим визитом для того, чтобы дать дополнительные импульсы в наших отношениях. Если взять среди органов власти – это научно-техническом, торгово-экономическом, культурном, социальной сфере. Потому что лучшие практики есть, лучшие примеры в каждом регионе. Исходя из этого, больше нужно общаться. Мы, конечно, потребители металлопроката, в связи с тем, что Челябинская область – это центр металлургии. Мы потребляли и будем потреблять. Новые технологии у вас развиваются и у нас они развиваются. Это республика, с которой мы дополняем друг друга. То есть Чувашская республика – это как раз пример субъекта, которым мы дополняем друг друга. А значит, нам нечего особо конкурировать. Мы посмотрели основные направления работы, и там, где они чемпионы, эти рынки у нас открыты. Там, где мы чемпионы, эти рынки открыты в Чувашии. И мы сможем как раз безболезненно, в первую очередь для нашего бизнеса, это сотрудничество развивать. Кроме того, было принято решение о дальнейшем сотрудничестве в сфере реализации проекта Высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Военные комиссариат Чувашии готовятся к очередному призыву. Здесь состоялись традиционные инструкторско-методические сборы. В них приняли участие председатели комиссии муниципальных образований, члены призывной комиссии и начальники отделов военного комиссариата Чувашия. Второе место заняла Чувашская республика в Центральном военном округе по итогам призыва 2015 года. Российская армия очень нуждается в хорошо подготовленных призывниках. Поэтому в республиканском военкомате особое внимание уделяется молодым людям с высшим образованием. В прошлом году их ушло в армию вдвое больше. Как всегда, весомый вклад в специальную подготовку призывников внесла автошкола ДСАФ. По мнению военного комиссара республики, в сравнении с другими регионами, в Чувашии живет вполне здоровая молодежь. Он привел цифры, подтверждающие это. Мы сейчас вышли на процент годности 72,3. Если взять сравнение, то это 5 лет назад у нас было всего 63%. Я думаю, что это та огромная работа, которая проводится в республике не только по военно-патриотическому воспитанию, но еще и начали работать в ФОКе. То есть, ребят много спортсменов, много разрядников. Вот здесь и пошел процент расти в течение вот этих последних 5 лет. В этом году в работе весенней призывной кампании особых изменений не ожидается, отметил военный комиссар Чувашии Александр Макрушин. Разве что появился шестой вид отсрочки для беженцев. Им дается время на подготовку всех необходимых документов и получение гражданства. Родион Архивов, Олег Якимов, Республика. В прошлом году удалось добиться сокращения аварийности на республиканских дорогах. Об этом начальник ГИБДД по Чувашии Владимир Романов говорил на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По информации ГИБДД число погибших снизилось на 15%. Однако вызывает опасения тот факт, что выросло число происшествий на пешеходных переходах. На заседании комиссии отметили, что более четверти ДТП произошли там, где были зарегистрированы неудовлетворительные дорожные условия. На состояние дорог после зимы обратили внимание и общественники. Поступило большое количество жалоб от граждан, которые жаловались на разбитой дороге. Как подчеркнул Владимир Геннадьевич, что касается трассы М7, в том числе и городских, как Чебоксары, так и Новочебоксарск, жаловались как и на разбитую подвеску и нарушение лакокрасочного покрытия. После ямочного ремонта ямы нередко превращаются в выбоиные, что крайне опасно для движения автомобилей. Считаем, что причиной плохого качества дорог является не только нехватка финансирования, а само качество дорожного ремонта. Подрядная организация «Водборстроя» запустила асфальтобетонные заводы, вытащила три метровых фрезы, ну не единовременно, этапами, да, и приступила к ямочному ремонту картами. И объем работ, которые им мы закрываем, мы принимаем, только сделаем по технологии. То есть с фрезой, с укладчиком, с катками. Такого, я могу вам сказать, точно не было в феврале, март месяц. Принятые меры, конечно же, дадут результат, но безопасность на дорогах начинается с себя. Вне зависимости от статусов и званий нужно соблюдать общепринятые правила дорожного движения. Тогда и усилия многих ведомств по улучшению ситуации на дорогах будут не напрасными. О новых технологиях, которые используют в своей работе судебные приставы, наш следующий сюжет. Очередной рейд по взысканию задолженностей в пользу организации жилищно-коммунального комплекса состоялся в Мариинском посаде и селе Шоршево. Представители закона проверили более 100 адресов должников, взыскали денежные средства и наложили 8 арестов на имущество. Приложение «Мобильный розыск» помогло найти автомобиль «Газель», у владельца которого накопилось немало долгов. В отношении хозяина «Газели» возбуждено 11 исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Результативность подобных рейдов высока. Как показывает практика, после их проведения разговора об арестах имущества еще долго не умолкают и дают пищу для размышления другим недобросовестным гражданам. Родион Архипов, Антон Антонов, Республика. Жители АллатРа, больные почечной недостаточностью, уже год не могут получить компенсацию за проезд до места лечения. Ездить в Чебоксары по жизненным показаниям им приходится три раза в неделю. Наша съемочная группа разбиралась, в чьи полномочия входит оплата проезда для инвалидов. Диагноз почечной недостаточности Евгения Лысова из АллатРа поставили в 2005 году. Все эти годы он регулярно получает специализированную медицинскую помощь. Если хоть один раз пропустит процедуру, то восстанавливаться приходится долго. Один раз приходилось. Ездил в Нижний Новгород. На пересадку почки с мамой нас вызывали. Вот один раз я приходил. И после этого не мог восстановиться. Около полгода. Давление было 220-240 постоянно. Для таких больных, как Евгений, пожизненно назначают процедуру гемодиализ. Острая почечная недостаточность развивается внезапно, как следствие острого поражения тканей почек. У больного отказывают почки. Это значит, что человек до конца жизни привязан к аппарату, который фильтрует и очищает кровь от шлаков и токсинов около пяти часов подряд. В Чебоксарах процедуру гемодиализа проводят в Республиканской больнице и в Центре гемодиализа, который был открыт в 2013 году на основе государственно-частного партнерства. Все пациенты, а в Чувашии их 210 человек, получают лечение бесплатно. Только вот добираться до Центра гемодиализа им приходится за свой счет. В январе 2015 года больным с почечной недостаточностью отменили компенсацию расходов на проезд от места жительства до места получения лечения и обратно. 500 рублей сейчас стоит. Выходит в месяц где-то 13 тысяч. Пенсии моей не хватает. Пенсии 11 тысяч. То есть это 13 тысяч без кушать, не покушать, ничего. После процедуры есть хочется сильно, потому что умывается все. У нас идет один пропуск сейчас с диализом, потому что нет возможности денег. Нужно питаться, за квартиру платить. Ездим также на своем транспорте. На свой страх и риск. Ездим без сопровождающих. Вот мы 4 человека ездим. Сейчас в столицу республики на гемодиализ приезжают 34 пациента. В Министерстве здравоохранения Чувашии подсчитали, что для компенсации расходов проезда до места лечения и обратно ежегодно требуется ориентировочно чуть более 2 миллионов рублей. Однако в январе 2015 года полномочия по оплате были переданы обратно в Фонду социального страхования Чувашия. Но Фонд компенсирует только проезд до федеральных центров, а пациенты из АлатРа получают лечение либо в республиканской больнице, либо в частном гемодиализмном центре. Но тем не менее никаких подвижек нету. Все письма, что мы куда только не обращались, все переносит на Минздрав. По итогам судебных разбирательств, которые состоялись 21 по 21 исковому заявлению, было принято судебное решение, что ни Минздрав Чувашия, ни Фонд социального страхования, ни Территориальный фонд обязательного медицинского страхования сегодня не являются ответчиками по опыте этих компенсаций. Сейчас три министерства здравоохранения, труда и транспорта Чувашии создали межведомственную комиссию, на которой обсуждаются различные варианты оказания социальной помощи. Здесь как вариант и в виде компенсации этих расходов, то есть в виде денежной компенсации, и рассматривается возможность организации бесплатных перевозок. Сейчас органы власти Чувашии изучают практики субъектов России по компенсации проезда до места лечения и обратно. В ряде регионов расходы взяли на себя областные или муниципальные бюджеты. В качестве еще одного варианта в Минздраве Республики рассматривают возможность открытия дополнительного отделения диализа в Канаше. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Ученикам Янышской школы Чебоксарского района не до скуки. Там организовали работу спортивных секций и творческих кружков, причем не только для них, но и для школьников ближайших сел и деревень. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, как проводят свой досуг дети. Ученица восьмого класса Екатерина Морозова признается, что раньше она панически боялась воды. Побороть эту фобию помогли частые занятия с тренером. В школе деревни Яныши для учеников оборудовали сразу два бассейна. От желающих поплавать нет отбоя. Мы здесь занимаемся часто во время уроков и после. Еще иногда бывают тренировки вечерние. Непростая будет бассейна и во время каникул. Сюда на занятия по плаванию приезжают ученики из других деревень. В спортивном зале в самом разгаре баскетбольный поединок среди школьных команд. Ребята говорят, что каникулы для них хорошая возможность подготовиться к будущим играм. Мне нравится этот вид спорта, баскетбол. По мне он самый нормальный. Я ученик из Чешокосинской школы. Приезжаем сюда играть. Товарищеские матчи устраиваем с Янушскими. Постоянные тренировки приносят свои плоды. Ученики этой школы часто занимают призовые места на районных и республиканских турнирах. Радует то, что наши учащиеся, соревнуясь с такими школами, где количество учащихся превышает 300-500 учащихся, наша школа, наши ученики приходят с призовыми местами и победителями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Юные краеведы в дни весенних каникул продолжают изучать историю республики. Преподаватели вместе с ребятами собирают топонимы, пишут статьи и даже ставят пьесы. В основе этой постановки лежит древняя легенда о встрече императрицы Екатерины Великой с детьми во время поездки по Волге. В 1767 году Екатерина II по пути из Нижнего Новгорода в Чебоксары ехала по Волге и на отдых остановилась на острове. Екатерина Великая попросила, чтобы девочка принесла для них свежего меда, яиц и масла. Девочка выполнила просьбу Екатерины II. Она была очень довольна и в знак благодарности она просила начертить план этого острова, назвать этот остров маслом островом и передать этот остров этой девочке. Эта школа получила статус ресурсного центра за рамками образовательной программы, секции и кружки. Сейчас здесь обучаются 110 человек из 16 деревень. В пристроенном детском саду создали две дошкольные группы. Все условия нас удовлетворяют, очень хорошо. Ребенок научился считать, буквы знаем, хотя и нам только два года. В спортзале занимаются, показывают, какие зарядки они делают, как танцуют, песенки нам дома поет, танцуют, движения показывают. Таких образовательно-спортивных центров республики станет больше. В Чувашии в ближайшие годы планируют построить и реконструировать 32 школы. Уже ведется строительство новых объектов по улице Гладкова в столице и в Комсомольском районе. Дмитрий Ковалев и Росель Мухаммедов. Республика. Во время весенних каникул многие школы переходят на режим так называемого экономного ресурсопотребления. В качестве примера столичной власти называют Чебоксарский лицей номер 4. Там уже установлено энергосберегающее оборудование. В пустых коридорах свежо и прохладно. Пока нет школьников, администрация уменьшила потребление всех возможных ресурсов. Ежедневный контроль температуры воздуха, снижение температуры в неучебные дни и утепление окон в зимний период. Вот три кита, на которых держится система энергосбережения лицея. Однако эти усилия были бы напрасными без современного терморегулирующего оборудования. Пять лет назад, понимая проблему энергосбережения, мы поставили автоматический регулятор тепла. Понятно, что уменьшаем температурный режим в каникулярное время, в выходные дни. И экономия значительная. Вот по первому году мы сэкономили от того, что нам было заложено, 300 тысяч рублей, которые потратили на ремонт крыльца. Второй год 200 тысяч рублей. В этом году на сэкономленные деньги решили заменить окна. Новые пластиковые рамы позволят еще лучше сохранять тепло в помещении. Использование энергосберегающего оборудования в школах-городах позволяет сэкономить и бюджетные средства. У нас свыше 20 школ на сегодняшний момент имеют данную технологию. Анализ потребления энергоресурсов за 2015-2016 учебный год, за отопительный сезон, показал, что по аналогии с предыдущим годом у нас идет снижение потребления энергоресурсов в среднем на 6%. Мы считаем, что данное направление является очень актуальным, востребованным. И ставим перед собой задачу, чтобы в ближайшие три года оснастить все школы города Чебоксара необходимым оборудованием. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Их вдохновение – славянская мифология и русские народные сказки. Их инструменты – карандаш и бензопила. Чебоксарские умельцы одержали победу в международном конкурсе скульпторов по дереву. Немецкий город Зотрум встретил чебоксарских мастеров хорошей погодой и добродушными улыбками местных жителей. Языковой барьер преодолели быстро. Делится Евгений и Артем. Благо по соседству жили украинцы, отлично говорящие по-английски. Творческое задание выбирали по жребию. Мне очень повезло, потому что вырезать ведьму – это очень сложно. Тем более вырезать такую немного мрачноватую, темной тональности. Нужно передать характер ведьмы. А детей как-то мне было ближе по душе. И мне, в общем, повезло, что выпала именно в жеребьевке данная скульптура. Скульптура чебоксарского мастера «Брат, сестра и собака» покорила всех членов жюри. Они безоговорочно присудили Артему Смирнову второе место. Теперь деревянная композиция украшает частный парк Зотрума. Победителем международного конкурса стал учитель Артема, доцент кафедры технологии и предпринимательства педагогического университета Евгений Акимов. Его работу «Ведьма» признали лучшей. Любая скульптура должна быть интересной, своеобразной. Но чем отличается наша скульптура от зарубежных? Зарубежные немножко они такие злые. У нас, хотя даже вот ведьма, но она должна быть добрая. Следующий конкурс, в котором примут участие чебоксарские мастера, состоится в Германии в конце апреля. Творческие эскизы умельцы уже подготовили. Но раскрывать завесу тайны пока не спешат. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Зверев, Республика. Возраст спорту не помеха. В Ледовом дворце Чебоксара-арена прошли финальные игры Республиканской ночной хоккейной лиги дивизиона с интересным названием «Любитель 40+.» В борьбе за первое место сошлись столичные команды «Энергия 20 век» и «Динамо». Подробнее в следующем сюжете. Нет лучшего времяпрепровождения, чем хоккей. Девиз всех участников ночной хоккейной лиги. Именно для таких активных любителей этого вида спорта несколько лет назад и были организованы соревнования непрофессиональных клубов. Это по инициативе нашего президента, вы знаете, была создана ночная хоккейная лига. В этих соревнованиях имеют право участвовать только те игроки, которые никогда не играли в командах мастеров в первой, во второй, высшей лиге. Чисто любительские игроки, которые горят желанием, любят хоккей и занимаются хоккеем, участвуют в наших соревнованиях. С каждым годом любительских хоккейных дружин, принимающих участие в региональном этапе, в Чувашии становится все больше. Очень важно, что есть такая хоккейная лига, которая позволяет всем любителям хоккея прийти после работы, не лежать на диване, а прийти, позаниматься, поиграть в хоккей, выпустить пар, скажем так. Поэтому уже который год есть команда, которые заинтересованы в этом. Последние три года в финал выходят ставшие уже принципиальными соперниками хоккейный клуб «Энергия 20 век» и «Динамо». Игра была напряженная. По правилам ночной хоккейной лиги игрокам запрещено применять силовые приемы и пробросы шайбы. Однако игра без этого не стала менее зрелищной. Как отметил играющий тренер и самый возрастной хоккеист на льду, 66-летний Вячеслав Петров, ответственность за команду несет каждый игрок. Финал – это говорит о многом. Поэтому и так команды, и наша команда кладут неимоверные силы для того, чтобы выиграть. Поэтому игра не особо смотрится, но идет борьба очень жестокая. Ошибок много, очень много ошибок. Но это ответственная игра. Совсем по-другому воспринимается у каждого хоккеиста. На тренировке вроде бы все хорошо, а здесь все, по ответственности все, ничего не получается. Но ничего, ничего страшного. Третью подряд победу в пятом юбилейном сезоне вновь одержали представители «Энергии 20 век». Теперь им предстоит участвовать в финале пятого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи, который пройдет со 2 по 14 мая. В прошлом году чебоксарцам удалось занять четвертое место, уступив бронзовым призерам в решающем матче всего одно очко. В этом году игроки надеются показать более высокий результат. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарские ястребы вышли в плей-офф в баскетбольной Суперлиге 2-го дивизиона. По итогам регулярного чемпионата России по баскетболу в Суперлиге 2 ястребы заняли пятое место. В четвертьфинале им предстоит встретиться со строителем из Энгельса. Первая игра пройдет в Чебоксарах 4 апреля. Потом команды переедут в Энгельс, где в одной или в двух встречах решится судьба выхода в полуфинал. Для этого одной из команд нужно одержать две победы. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова